Мир вам, люди добрые! Аллилуйя! Как напредставлял прям аж. И округ, и все. Да, я вас чаще вижу благодаря технике. Я смотрю все, что выставляют в интернет. Проповеди слушаю. И мы дружим давно уже с Леоном. У меня куча всегда вопросов, когда читаю Библию. Я не знаю, есть у вас вопросы, а? Иной раз читаешь, уже столько лет верующий, и потом что-то находишь такое. Я приехал сейчас с двумя вопросами к Леону. На один он мне ответил, но так как-то я не понял даже как. Целый год мучили голуби, знаете. Бог дал слово на целый год, на 17-й. Будьте просты, помните, как голуби, и мудры, как змеи. И я что-то так не понял, всю жизнь читал, и вдруг не понял, в чем мудрость голубей. Думаю, Господи, чему ты нас учишь? Я первым делом только вышел из поезда, Леон меня встретил, и говорю, слушай, у меня вопрос. Мучил весь год. Что с голубями? Чему там научиться можно? Он говорит, не бери себе в голову. Леон так просто ответил. Это все там идиомы или еще какое-то, я не понял, что он мне сказал. Говорит, это все. Говорит, чему там научишься? Они грязные, говорит, вонючие, и такие всякие. Говорит, не бери в голову. Я весь год мучился, а тут не бери в голову, да, ответил тебе. Но еще будет время поговорить, конечно, чтобы объяснил все. Что-то не пойму, чему мы научиться можем с голубей с этих. Попрошайничают, лазают везде, клюют по помойкам, по всему. И вдруг Господь нас учит. Будьте. Аминь, аллалюя. Слава Богу за детей, да? Такой хороший праздник сделали сегодня. Такие милые, такие хорошие. Это будущее. Это будущее наших общин. Аминь. Это заповедь Божия. Мы должны много им объяснить, много в них вложить, чтобы они знали. Везде, в Торе написано, что детям сыны твои должны знать или подойдут тебе что-то, спросят. Ты должен их научить, ты должен им сказать. И даже за этими милыми танцами, за этим непопаданием куда-то мы умиляемся. Я смотрел на вас, вы такие счастливые. Вы бегали вперед снимать, фотографировать их. Какое счастье, да? Аллалюя. Я не знаю, мне кажется, такое же счастье у Бога там с небеса смотрит на нас. И мы такие же. Мы думаем, что мы важные, что мы большие. И такие, и такие. И, наверное, Бог улыбается. Говорят, даже ангелы улыбаются, когда смотрят на нас. Может, даже иногда смеются над некоторыми. Аллалюя. Несколько месяцев назад я готовился тоже к служению. Уже стоял в дверях, мы должны всей семьей выехать были. И вдруг я услышал в сердце о своем такой вопрос. А за что нас уважают люди? Не ко мне был вопрос. А не лично меня. Я задумался так. Знаете, бывает вот такое. Мысль попадает в тебя, и ты понимаешь, что это от Бога. Что это Господь что-то хочет говорить. Я долго размышлял. Знаете, попадает что-то, ты начинаешь думать. Вот вы за что думаете, нас люди уважают? Ну, посмелее. За хорошие отношения. За что? За искренность. За внимание. За честность и порядочность. Согласен. Еще за что? За что? За доброту. За прямоту. И еще за что? За любовь. За дела. За опыт. Опытный человек сидит, видно, серьезный. Халлалюю. А? За власть. О, интересно. Я думаю, мы все правы, слушайте. На самом деле мы правы. Но вот где бы я не задавал этот вопрос, потому что мне интересно, насколько мы понимаем, потому что я для себя ответил тоже на него как-то, потому что целый месяц размышлял, читал, молился. И мы правы. Но все, что мы говорим сейчас, мы говорим о каких-то поступках, о делах. Но я для себя ответил так, что люди нас уважают за то, кем мы являемся. Потому что из сердца, вот из нашего внутреннего человека, и не случайно, очень часто в Библии есть такое понятие, да, внутренний наш человек. Мы посмотрим несколько мест Писания, и наш внутренний человек, он показывает, кто мы есть на самом деле. Потому что и злые, и добрые могут прикрываться хорошими делами, вы знаете. И вообще понятие добра и зла, оно относительно. У одного одно добро, у второго другое добро. Все это так вот, знаете. Но кто ты есть на самом деле? Какой твой характер? Кто ты человек, что Бог посещает тебя? Кто ты настоящий? Я думаю, настоящий мы, когда мы приходим к Иисусу, к Спасителю, к Мессии, мы становимся настоящими. Мы рождаемся свыше, мы получаем новое рождение, новое сердце, новый дух. Мы другие люди. Но в этой другой жизни, в нашей нынешней жизни, это как большое длинное приключение. Мы постоянно должны меняться. Господь говорит, я творю все новое. И в нашей жизни должно происходить что-то новое. Мы не можем оставаться теми, кем мы были. Вы слышали, наверное, пословицы есть в русском языке. Их много, которые говорят о характере человека. Ну, например, горбатого могила исправят. О чем люди говорят? Говорят о человеке. И не просто вот о том, что мы видим, да, о внешней оболочке, о теле человека. О его характере, о том, кем он является внутри себя. То есть как бы ставят крест на человека и говорят, слушай, этого уже ничего не исправят. Но мы, как верующие люди, мы понимаем, что Бог может исправить каждого из нас. И мы должны исправляться, мы должны меняться, мы должны становиться лучше. Мы должны быть похожими на Христа. Это цель нашей жизни, это цель нашего хождения с Богом. И заодно в день обновляться. Обновляться в своей вере, в своем уповании, в своем доверии Богу. Во всем. Во второе послание Коринфинах я прочитаю несколько мест Писания. Здесь второе Коринфинам. Тоже написано о внутреннем человеке. Второе послание Коринфинам. Мы откроем четвертую главу. Я не знаю, вас вызвечивают, нет? А нет, тогда мы все открываем. Видите, какое у вас благословение? Вы сами должны листать Библию. Или не листаете? В телефоне. О, вы продвинутые. Там быстрее. Это молодежь в основном. Ты еще не успел рассказать чего-то, они уже нашли. Еще даже в интернете проверили за тобой. Так ли все или не, или ты что-то другое говоришь. Аллалюя. Ну и даже в этом мы развиваемся, правда же? 16 стих давайте прочитаем. Четвертая глава. Второе Коринфинам. Четвертая глава, 16 стих. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний с одна на день обновляется. Внешний человек, вот это внешняя наша храмина, наше тело, мы стареем, мы изменяемся. Несколько лет назад я приезжал к вам чуть-чуть моложе, чуть-чуть толще, наверное, не помню уже, потому что ты помнишь себя такой, какой ты есть сегодня. Приезжаешь, люди говорят, о, ты похудел. Ну не знаю, вроде такой был всегда. Не ощущал никак, не так, не сяк, не в ту сторону, не в эту. Ты смотришь на себя в зеркало и видишь себя каждый день. Кто-то со стороны замечает, что там за тобой. Мы меняемся. Наше тело, наш внешний человек, он меняется. Мы уже не те. Кто-то посидел уже, кто-то умудрел, да? А кто-то, не знаю как. Знаете, как говорят, мудрость приходит с годами. Слышали такое? Я услышал однажды добавление. Мудрость приходит с годами. К некоторым приходят только годы. Как будто мудрость их обошла, знаете. Годы пришли, а мудрость и так и не зашла в тот дом. Внутренний наш человек обновляется. И горе нам, конечно, и проблема в нашей жизни, если мы не меняемся. Если нет Христа в нашей жизни, нет Мессии, не похожего на Него, не меняется наш характер, не меняется наш внутренний человек. Потому что Слово Божие утверждает, что мы должны меняться и мы меняемся. Есть молитва в послании Ефесянам. Апостол Павел молится. Третья глава. Ефесянам еще два места Писания прочтем. Третья глава. 16-17 стих. «До даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верою вселиться Христу в сердца ваши». Это молитва. Молитва о нас, о верующих. Мы можем молиться о себе. Той же молитву. И опять за внутреннего человека. Чтобы Христос вселился внутрь нас. Чтобы Он жил. Чтобы Он был внутри нас, в нашем внутреннем человеке. Я не случайно задал этот вопрос о нашем внутреннем человеке. Потому что действительно, если вы проанализируете, все исходит изнутри нас. Вот как Господь сказал, что от избытка сердца говорят уста. Это всегда так. В сложные времена, в трудностях мы проявляемся или... А знаете, мы... Например, я в церкви учу, в общине будет вам понятно. Мы говорим о простом принципе тюбика, например. Зубы чистите по утрам. Вот что нажал, то и вышло. Правда же? Очень просто все. Наша жизнь тоже как тюбик. Порой кто-то нажал на нас, из нас полезло. Вот, а что полезло, чем мы полны? Один полон доброго, знаете. То есть, другими словами, мы проявляемся под давлением. Надави, и что вылезет из человека. Один злится, начинает. Другой ругаться. Третий улыбнется, знаете, скажет, ну, все бывает в этой жизни, я тебя понимаю. Кто-то благословит, кто-то проклянет. Это все показывает, чем полон человек внутри себя. Вот мы такие настоящие под давлением. Надави на нас немножечко, и из нас полезет, доброе или не очень, хорошее или тоже не очень. Мы покажем себя. И порой мы жалеем об этом. Знаете, это как лягушка, раз и выскочила из тебя. Слово сказал какое-то, не подумавши, потом жалеешь. Или поступок какой-то совершил, и потом не знаешь, как это все покрыть, как это закрыть. И ты понимаешь, что Бог даже простит, если ты покаешься, а люди долго еще будут помнить. Это как в Екклезиасте, у проповедника написано, о том, как муха делает зловонный. Помните, да, это? Маленькое что-то вот и мироварника. Я не знаю, как у вас в переводах там. Как, ты помнишь, нет? Не помнишь тоже? Ну, попало что-то, и все испортило. Я не буду сейчас Екклезиаста открывать. И все. Люди нас видят, люди нас знают, но мы должны меняться, дорогие. Я за изменения. Каждый день. Вот мы приходим сюда в общину на наше служение. И у нас очень мало времени. Кто-то думает, что вот я вообще не знаю, зачем люди приходят на собрание, на служение, на богослужение. Не знаю, как у вас назвать это все правильно. Зачем мы приходим сюда? Послушать. Согласен. Что послушать? Слово Божие. Приходим ли мы для того, чтобы измениться что-то, изменить в своем характере, в своей жизни, в своих отношениях? Простить кого-то, забыть, стать лучше, стать более похожими на Христа? Зачем мы здесь? Для чего? Для того, чтобы меняться. Бог меняет все и постоянно. Нет дня, похожего на день. Нет человека, похожего на человека. Наши дети рождаются другими, непохожими на нас. Может быть, смотришь в другой раз, похож на папу, а характер мамы. Или похож на дедушку, на бабушку, на кого-то. А характер свой какой-то. Все дети разные. Хорошо приезжать через несколько лет. Вот я бываю в этой семье, в Мазинах, с промежутка в 4-5 лет. И вижу их. Мы вчера, такой праздник был у них дома. Я правда наслаждался. И весели, и они играть начали. И на скрипках, и на пианинке. Сначала стол был, мы кушали, и потом еще друзья пришли. И потом до ночи играли. И Леня ушел спать рано. Говорит, до скольки все было? Я говорю, слушай, ну, как в еврейских анекдотах, прощаются и не уходят. Несколько раз говорили, все, пора, надо ехать. И сидят, и играют. Время 10, 11, 12. И никто их не выгоняет никуда. Никто. И все. Такой радостный день был вообще хороший. И вечер, и все. И я смотрю, как ребята выросли, как дети выросли. Потому что они росли на глазах, с маленьких, и потом ты их видишь. И они уже взрослые, и они такие. И они уже каждой личность, у каждого свой характер, у каждого прям смотришь, замечаешь над ними. Так интересно смотреть, так интересно наблюдать за людьми. Какие мы разные. Аминь. Наш внутренний человек. Это то, за что нас ценят, нас видят, нас отмечают. Я еще хочу одну историю прочитать. И там Иисус задает вопрос. Это Матфея, 21 глава. Матфея, 21 глава. И это место. Ему задают вопрос. И он вопросом на вопрос отвечает. 21 глава, 28-32 стихи мы прочитаем. Иисус говорит в ответ. И потом 28 стих. А как вам кажется? У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал, сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ, не хочу. А после, раскаившись, пошел. И подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, и до государя не пошел, который из двух исполнил волю отца. Ну, я тоже нас всех спрошу сегодня. А как вы думаете? Тьмуля Господь спросил. На самом деле это все так и написано. Вот как ты думаешь? Какой из них? А вот. Ну, ты умный человек. Ты все знаешь. Ты Библию читаешь, палочкой водишь. Все там. Свитки Торы. Первый. Мы все с этим согласны. Вот интересная жизнь. Я представил себя на месте этого парня. Я не знаю, сколько ему лет было. Два сына. Может, подросток. Может, взрослый уже. И тут он говорит такое слово в нашей русской Библии. Тут написано не хочу. Простое слово. Господи, сколько раз мы его повторяли. С самого рождения. Когда родители что-то говорят. Когда мы подростки. Когда нам говорят, и мы всегда говорим, не хочу. Да мы взрослые очень часто говорим это слово. Не хочу. Лето, жара. Какой виноградник. Господи, а? Папа, ты о чем? Пусть вон работники идут. Лазить там. Голову печет. Папа, ты что, не знаешь? Ну, я не знаю, как он ему все объяснял. Просто по-честному сказал, ну, не хочу, отстань. Потом подумал, подумал. Там еще есть одно важное слово. Раскаялся. Вы знаете, вот это слово должно присутствовать в нашей жизни. Нам надо раскаиваться в чем-то. Даже в мелочах. Не просто забыл и прошел. У нас должно выработаться правильное отношение. Не только любовь к Богу. Но у нас должно в сердце быть еще ненависть ко греху. Мы должны осознавать свои поступки, свои дела, даже свои слова. Отец попросил. Простая вещь. Житейский вопрос какой-то. Иди уберись, иди приберись, иди сделай это, иди. Не хочу. Не хочу. Я вспоминаю советский мультик, кто-то помнит. И будешь как великий нехочуха. Такого толстого привезли, он только ест, там роботы ему все дают и все. Может быть наши дети лишены этого, они не знают, кто такой нехочуха и не могут. Но в детстве, когда ты посмотрел, вот знаете, как сила, да, образа. Я больше не хотел быть нехочухой, знаете. Я не хотел быть таким толстым и все. Ну, поучительно было как-то. Ты всегда что-то, чего-то берешь откуда-то. И это наш характер, друзья. Он через нехочуха, он покаялся. Ну, как бы не было жарко, но папа сказал, отец сказал. Слово отца закон, я пойду и сделаю. Это хорошее воспитание. Хотя в семье, посмотрите, вот два сына, не знаю, были еще дети, нет, и такие разные. Такие разные, такие непохожие, каждый со своим характером. Один говорит, не пойду, да, не хочу, и идет. Потом раскаивается, говорит, пап, прости, что-то нашло. Не объясняет, не оправдывается, не доказывает что-то. А второй прям, вот знаете, любой родитель будет счастлив от такого сына. Все, конечно, господин, не просто, говорит, папа, а говорит, господин, сейчас вот. И где-то его нету. Бывает такое в наших семьях? Бывает. Когда родители кричат уже, полчаса кричат, или там сначала начинается просто, ну, сделай вот это. Потом уже, ты сделал, нет. Ты где? Да я вот это, да сейчас, да сейчас. И подожди, и то, и все. И в итоге ничего не делают. И родители уже не хватает терпения там, или у кого-то, у старших братьев. Они идут и делают сами. Потому что быстрее сделать самому, чем ты дождешься ответа от такого сына. Ну, они вырастают, и слава Богу, и мы выросли. Мы тоже были где-то упрямы, непослушны. Где-то у нас был характер. Я немножко хочу сказать о характере. Если вы зайдете в Википедию, ну, в простые словари посмотрите, что такое характер. Вот я выписал для себя. Характер – это отличительная черта, признак, отпечаток, примета, особенность, знак какой-то. Это вот что нас отличает? Отличительная черта. Вот по характеру нас люди и видят, какие мы. Добрые, не очень. Видят христиане мы, ну, то есть христовы мы, я не знаю, как называть, мессианские мы, да, так что ли сказать. Верующие мы, да, или неверующие, видят. Есть какие-то знаки в наших словах, в нашем поведении, в наших отношениях с людьми. Что люди замечают, кто мы есть внутри. Ни прикрытые, ни улыбчивые, ни, знаете, мы многое можем скрыть за другими лицами, за другими масками. Но настоящий человек все равно, он выходит когда-то на первое место. Всегда выходит. Не просто жить, а кому просто? Не просто. Не просто быть верующим человеком в этом злом мире. Не просто соблюдать заповеди Божии. Не просто, я честно говорю, не отвечать злом на злое. Иногда хочется. Иногда мы идем этим путем, да, благословляем через зубы. Да чтоб тебя Бог благословил там, да. Ну, бывает такое, бывает. Ну, то есть ты подразумеваешься, чтоб так благословил его. Чтобы мало не показалось, чтобы не унес. Ну, то есть вот когда в тебе внутри кипит, и ты прям, ну, а верующий же. Ты же не можешь сказать, чтоб ты там сдох собака. Ну, я не знаю, как вы ругаетесь. Вот. Ну, надо по-хорошему какие-то слова находить. Благословлять хотя бы вот так. Это вот то, что нас отличает. То, что люди замечают. Характер, он развивается вот в четырех направлениях. Или оценивает наш характер, или смотрит на нас. Четыре черты, они сводятся вот, ну, с разных сторон рассматривать человека. Первое, это отношение к другим людям. Наш характер проявляется в этом. Как мы относимся к другим людям? Как? Люди разные вокруг нас. На работе одни люди, работаем в коллективе. Если мы работаем, оказываем какие-то услуги населению, там, людям, другим, они приходят. Как мы относимся к этим людям, которых первый раз видим? Люди злые, порой, знаете, донимают тебя или троллят, как сегодня молодежь говорит. Приходят, и им вот поговорить хочется. Кстати, я из таких людей. Я всегда, я не знаю почему, но мне надо вот свои пять копеек, но вставить. Что-то кому-то спросить, доказать чего-то порой. Прям вот, я не знаю, и борюсь с этим. Думаю, Господи, измени. Ну, сколько лет уже, что-то не меняешь во мне. Потом понимаешь, что менять-то я должен. Причем здесь Бог? Я должен менять что-то в своих отношениях с другими людьми. Он за меня ничего не изменит, если я не хочу меняться. Вы согласны? Никто тебя не изменит, если ты не решишь изменяться. Вторая черта характера – это отношение к труду. Отношение к делу, которое ты избрал или тебе помогли избрать в этой жизни. Как ты относишься? Готов ли ты трудиться, в поте лица добывать хлеб свой? Готов ли ты к труду? Я помню, только уверовали, было сильное учение такой Деррика Принца. Может, кто-то слышал имя этого человека? Он долгое время жил здесь в Израиле, учитель Библии был. Разные отношения к нему я слышал. Но он интересную вещь однажды учил и сказал, что в жизни мы делаем три важных выбора. Выбор Спасителя, выбор Спутника жизни и выбор Дела жизни. Вот три важных выбора, он почему-то так вывел их. С кем мы пройдем? Ну, вообще, Спасителя. Какая наша будет жизнь? Какие наши будут отношения? С кем мы проведем эту жизнь? Кто будет рядом с нами? С кем мы пройдем и совершим свое призвание, свою судьбу, свое предназначение? И что мы изберем в этой жизни? Чем мы будем зарабатывать себе на жизнь? Потому что никто не знает в детстве, чем он будет зарабатывать себе на жизнь. Многие приехали, да, я понимаю. Где-то, может быть, в своей стране вы занимались одним сюда. Приехали, пришлось переучиться, пришлось многое изменить. Для кого-то вообще пришлось начать жизнь заново. Потому что другое что-то и много другого пришлось. Отношение к делу, к труду. Третья черта характера – это отношение к самому себе. Насколько ты ценишь, уважаешь себя. Как ты относишься к себе. Ведь одна заповедь, она говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Это тоже показывает, как мы относимся к себе. Это черта нашего характера. Иногда люди, не знаю, как говорят, недооценивают, недолюбливают себя. Очень плохо о себе отзываются постоянно. Да я никто, да я такой, да у меня руки не оттуда растут. Ну, я не знаю. Возможно, это с детства идет. Постоянно слышал это о себе, постоянно говорили, постоянно, ну, знаете, где-то навнушали человека. И он стал такой неуверенный. Я не говорю, знаете, тут везде есть грани, везде есть границы. Есть уверенность в себе, есть самоуверенность. Я думаю, вы понимаете разницу. Ну, если не понимаете, то жизнь всегда учит. С самоуверенностью она одним языком разговаривает, с уверенными в себе людьми, с другим. Но мы должны научиться ценить, любить и уважать себя. Мы не научимся любить других людей, если к себе будет плохое отношение. Так, по крайней мере, написано в заповеди. Возлюби ближнего, как самого себя. Как ты себя любишь? Как ты к себе относишься? И тут много вопросов, это можно, знаете, проповедовать в разных направлениях. И как ты относишься к своему здоровью? Как ты относишься к своей семье, к воспитанию, к детям? Много, много-много-много направлений, которые ты можешь увидеть через призму своего характера к тому, как ты относишься к себе. Как ты заботишься о себе? К своей судьбе на этой земле? К своему призванию? Ведь мы призваны, мы должны что-то сделать, мы должны оставить какой-то след, мы должны что-то, какой-то плод должен быть здесь. Написано, и плод должен пребывать. Ты ушел, а твой плод есть. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но он должен быть. Аминь. И четвертое направление, это отношение к вещам. Как ты относишься к вещам, которые тебя окружают? Вещи, которые приходят в твою жизнь. Сегодня, вот говорят, век потребительства, да? И общество потребления, оно буквально захлестнуло. Люди живут ради вещей, гордятся вещами. Мое понимание, и меня так научили в библейской школе, я так библию всегда читал. Но Господь всегда учил относиться как распорядитель. Много притч, которые показывают, что поставил кого-то. И я понимаю вот себя, свою жизнь на земле, что я ничем здесь не владею. Однажды должно прийти, каждый из нас должен прийти к этому пониманию. Ну, наг ты вошел в этот мир, нагим ты и уйдешь. Ну, как нагим, ну, гроб тебе, да, сделают хороший, там. Костюм купят похоронный, там. Некоторые уже так озабочены, что оставляют, и вот, знаете, как богатство какое-то. Но я знаю, что это наследие советского прошлого, такое. У бабушек иногда там шифонер открывают, а это мне на смерть. Там кто-то уже платье приготовил, а кто-то кусок материала. Вот из этого пошьете мне. Да никто не будет шить. Куда еще покойника обмерять и тебе платье, а как подойдет, не подойдет. Купят что-то, положат и уйдешь ты с этой земли. Ничего ты не принес, ничего не унесешь. Ни в руке, ни в чем. Отношение к вещам. Люди так бегут за вещами, так боятся за эти вещи. Иногда с братьями разговариваешь, и они такие эксперты в машинах. Ну, я и в своей жизни говорю. Так обсуждают разные машины, я вообще в них ничего не понимаю. Ну, то есть, она ездит и ездит. Меня около подъезда уже столько раз ударили машину, то там, то здесь, то еще как-то. И кто-то, ой, у тебя машина, там чуть-чуть бампер помят, чуть-чуть еще что-то помят. То кого-то на дороге там собьешь, живность какую-то. Едешь когда там, то недавно лесу сбил, то еще какого-то там этого. Бампер там подразбит, ну и что? Кто-то так за внешний вид, а что там люди скажут? Господи, вот это самый последний вопрос, что люди скажут о машине. Ну, железяка. Однажды состариться, придется другую взять. Ну, чего этим гордиться? Кто-то гордится какими-то богатствами своими, еще чем-то. Разве это отличает нас? Разве это главное в нашей жизни? Это тоже наш характер. Он показывает, кто мы есть. Мы не должны гордиться, насколько мы образованы или не образованы. Однажды я читал, и мне очень понравилось одно высказывание великого ученого Альберта Эйнштейна. Знаете, что он сказал? Он сказал, что большинство людей говорит, что интеллект делает человека великим ученым. Они ошибаются. Это делает характер. Если мы вспомним, есть много историй простых людей, да, они с детства тот же Эйнштейн. Его там крест на нем ставили, говорили, не способен. В этих предметах, в тех. Но характер сделал из человека, о котором думали, характер делает нас великими. И великие мы можем быть не только, знаете, для всего человечества. Мы можем быть великими отцами, мы можем быть великими родителями в своей семье. Мы можем быть примером. Мы должны что-то оставить после себя. Жить непросто. Изменяться непросто. Мое определение жить, это значит выдерживать напряжение. Вся жизнь – это большое напряжение. Нам, чтобы выйти из утрубы матери, надо сильно напрячься. Очень сильно. И это напряжение, оно идет бок о бок с нами каждый день. Мы должны напрягаться в этой жизни. Верить – это тоже напрягаться. Это тоже с чем-то бороться. Это тоже где-то смиряться, каяться, изменять свой характер, свое отношение. Это больно, это неприятно. Вы когда-нибудь мирились с теми, кто не хочет с вами мириться? Делали первый шаг? Наверняка было такое в жизни. Это непросто. Ты прав на все сто. Человек неправ. У тебя есть отмазка, как говорят, на все сто, чтобы не подходить, не делать. Все, я помолился, Бог меня просил с тобой, что еще разговаривать. Но кто-то говорит, и внутри тебя это есть. Примирись, подойди, поговори. Отношения очень важны. Ты живешь с людьми бок о бок. Кто-то говорит уже, что невозможно ничего изменить. Такого слова не должно быть в нашем лексиконе. Все возможно верующему. Иногда надо переступить через себя, через свою боль, через свои обиды, через свой напряг, чтобы сделать первый шаг. И Бог благословляет нас, когда мы поступаем так. Услышьте меня, Бог благословляет нас. И тут даже, возможно, крамольная мысль какая-то, знаете, скажу так, что неважно даже, как отреагирует тот человек, важно твое сердце. Важно, как ты поступил. Важно, как ты ответил. Ну, это, знаете, сродни вот тому, что благословляйте. Приходите, говорите, мир дому всему, говорите, шалом достойны, останется. Нет, вам вернется. То есть поступайте так, делайте со своей стороны все возможное. Если что-то невозможно, это Бог доделает. Он поработает сердцем человека, с вашими близкими. Много историй разных слышишь, что в семьях происходит. В домах, когда особенно там родители уходят. Столько историй, вот мне как пастырю приходится и разбирать, и слышать, и когда наследство начинаю делить. Ой, это вообще, ты думаешь, Господи, откуда это в людях? Ходят божьими одуванчиками в церковь, и потом такое начинает лезть из них, и не могут поделить, что-то такое. Когда люди разводятся, порой ты слышишь такие истории, что ты за голову берешься, ну, неужели до такого можно опуститься? Можно. Оказывается, можно. В обидах, в злости, в негодовании, в дурном своем характере можно до такого дна опуститься. Вся Библия полна примеров. Два брата, один угодил Богу, второй нет. Я не знаю даже, как они поняли, кто угодил, кто не угодил. Один одно принес, второй второе. Я не думаю, что это один там жертва. Я не знаю, как это было все. Но как вот это возникло в сердце зависть? Что не просто злой, знаете, а убил. Вот взял камень, наверное, и по башке, как дал, и размажил голову. Я не знаю, как там убийство было, вот ученый человек расскажет вам. Но это было. Как это возникает в нас? Как мы не можем контролировать себя? Что это такое? Что мы за люди такие? Жить, выдерживать напряжение. Есть три простых вещи, которые, по моему мнению, нам надо научиться. Нам надо научиться любить Бога. Нам надо научиться ненавидеть грех. И нам надо научиться жить жертвенно. Жить жертвенно. ЖЖ. Есть живой журнал в интернете. Для меня ЖЖ – это жить жертвенно, знаете. Научиться этому. Это непросто. Жертвовать собой. Это не только деньги. Это не только финансы. Это не только выйти сюда вперед и положить что-то на служение Богу. Это все. Это наше время. Это наше отношение. Это наше имущество. Это наш дом. Это все. Нам нужно научиться жить так. Нам нужно научиться. Вот ненависть к греху. Я немного слышу проповеди об этом. Но меня это сильно касается. Потому что я вижу, что сегодняшнее общество, оно живет, знаете, как бы параллельно со грехом. И многие люди стараются не лезть в чужие проблемы, в чужие. Ну, это не мое дело. Ну, по старинке, по русской пословице, как я скажу, знаете, моя хата с краю, ничего не знаю. Чего мне лезть туда? Это не моя жизнь, не мои дела, не мой дом, не мое, не мое. Мы закрылись от всех. Ну, не знаю, у вас тут по-другому может быть. Но мы живем в квартирах сегодня. Общество уже изменилось. Вы же видите это, да? Я однажды проповедовал, прочитал, в Библии написано, все странники и пришельцы. Я пришел в церковь и говорю, слушайте, а кто мы? И тоже куча ответов разных. Я понял, что в лучшем случае мы дачники. Мы уже никуда не странствуем. Мы горожане и дачники, я проповедь свою обозначил. Мы сидим в своих квартирах, заперлись, железные двери поставили, чтобы никто не зашел. Мы соседей порой не знаем даже, кто с нами живет на одной лестничной клетке. Жизнь такая, знаете, все, позакрывались друг от друга. Я помню, как это пришло в 90-х. Сначала начали ставить на подъезд железную дверь, чтобы чужие не вошли, там, ящики не изрисовали, там, дверь не порезали, еще что-то. Потом это пришло, мы ставили, кроме подъезда, некоторые еще. Вы помните советскую жизнь? Очень помните, да? Когда ты поднимаешься на этаж, и ты видишь, и на этаже дверь железная, там, на две, на три квартиры отгородились. Тоже поставили себе раз, и на ключ у каждого ключ. Подъезд открыл ключом, или вот этим электрическим. Дверь туда открыл. И потом что, там на распашку все, три квартиры дружат? Нет. И даже тут, несмотря на то, что скинулись и поставили железную дверь на две, на три квартиры, все равно у каждого еще своя железная дверь. К той деревянной двери, которая вовнутрь открывается, да? И несколько замков надо открыть. И все равно мы никому не доверяем, все равно мы ни с кем не дружим. Хорошо, если еще соседи, соседи знают. А могут и не знать. Зачем? У меня своя жизнь. Я не лезу к ним. А как ты тогда несешь благую, добрую, радостную весть? А как ты показываешь? У нас немного осталось мест, где мы можем показать свою веру. Не у многих есть вот такие возможности встречаться с людьми где-то, когда ты работаешь. Я помню, недавно одна сестра вышла из свидетельства, тоже молилась, говорит, Господи, ну почему у меня, где люди, с которыми я вот, кому я могу заговорить, благовествовать, рассказать о Христе? В церкви вышла и свидетельствовала. И потом поняла, потому что часто приходится ехать на такси. И поняла, что Бог посылает ей таксистов в ее жизнь. И каждое служение, выходит, мы сделали такие образы, семена, кому проповедуем, и люди сеют семена. Сколько человек мы видим в течение года. Мы просто сделали что-то образное такое. Там четыре таких у нас стеклянных банки стоят, не знаю, как это называется. Да, сосуды, да. И в один кладем, когда проповедовали, из другого кладем, когда покаялся человек, когда приложился уже к церкви, к общению, тогда туда кладем. Последняя банка самая маленькая. Но все равно хорошо, когда люди проповедуют, когда делятся. И вот сестра рассказывает, каждый воскресенье, вижу, выходит и кладет туда. Есть, Бог дает. Много сейчас разных людей, и поприехали. Много мусульман, очень много. Ну, с республик приехали, работают тоже. И им надо. И люди, когда начинают понимать, потому что пришла и говорит, слушай, пастор, я никогда не думала, что с мусульманами буду, а теперь столько таксистов, они мусульмане. Как им благовествовать? Может быть, нам в церкви организовать что-то, чтобы вы рассказали, как вот их зацепить? И темы рождаются из жизни. Темы для семинара, для обучения наших людей. Потому что мы сталкиваемся в жизни то, с чем мы никогда не думали. Ну, где в Калуге, знаете, вот 170 километров от Москвы, мы когда-то столкнемся с мусульманами. Их много. Мы сталкиваемся с этим. Я должен засесть за книжки, изучать разные всякие вещи, ислам, к женщинам, к джихаду, к войне, к ногу. Очень много перечитал. Чтобы понять, ну, я понимаю, что бывшие советские мусульмане, это немножко другие, чем здесь, например. И все равно людям надо рассказать. Потому что те хитрые, они сразу там, что у нас один Иса, у нас один пророк с вами, все, все надо, мир, любовь, жвачка, знаете. Не, все разное. И надо, чтобы люди тоже понимали, не обольщались, что им когда говорят, что у нас одно. Но нет, ни в одного Бога мы верим. И отношения у нас разные. И наш Бог есть любовь и учит любви. Он не учит каким-то другим вещам. Мы должны это понимать, и мы должны этому учить наши церкви, наши общины. Аминь. Аминь. Научиться. Научиться всему. Вот почему важно, например, для меня учить народ, учить людей, не проходить мимо беззакония, греха. В нас должна быть ненависть, любовь к Богу и ненависть ко греху. Мы всегда учим любить человека, ненавидеть грех, которым он живет, в том, в чем он оказался, в тех поступках или дела. Но не проходи мимо. Потому что общество сегодня все больше и больше становится безразличным. Потому что каждый занят своими проблемами, своей жизнью, своим достатком или недостатком. Да чего мне лезть куда-то, мне бы свою работу, мне бы держаться за это, мне бы за то. Потому что влезешь, скажешь чего-то, и тебе там достанется, и потом еще как-то это на твою жизнь окажет какое-то влияние. А как еще жить? Жить не напрягаться? Куда Иисус не приходил, везде было напряжение. Напрягал всех буквально. Все лезли с вопросами. Всех касалось. И религиозных, и нерелигиозных. И все задавали вопросы. И всех простые слова нашего Спасителя очень сильно напрягали. А что мне делать жизнь вечную наследовать? Да пойди, раздай все. Ага, дурака нашел, раздай. Столько всего, а ты говоришь, раздай мне. Иди сам раздай. А, ну ты странствующий проповедник, тебе раздать-то нечего. Да нет, есть чего. Он один ходит с ящиком, с деньгами. Понимаете, да, Тёмья? Дорогие, мы должны напрягаться. Мы должны жить. Мы должны менять свой характер. Аминь. Мы должны верить. И в нашей вере есть сильное напряжение. Мы постоянно с чем-то боремся, с чем-то сражаемся. Внутри себя и вокруг себя. Мы ведем духовную войну. Нам непросто. Везде непросто. Я приехал, ну, и с Леоном мы дружим давно. И он говорит, слушай, ты у меня чуть ли не единственный друг в России остался. Почему, не знаю мы. Можем говорить на все темы. Он знает, через что мы проходим. Нам тоже очень сложно. Мы там судимся, вот постоянно в судах. Я не знаю, кто больше меня из пастырей в России был в судах во всех. Я честно вам говорю, у нас каждый месяц какой-то процесс идет. И с разными. Мы сейчас сражаемся с 12-го года за наш храм, за наше здание. Судимся сложно. Сложно сегодня. В России непросто. Очень много напрягов. Вы, наверное, в новостях читаете, где-то видите. Один пастор вот сейчас в Татарстане покрестил людей летом еще. Сейчас просто эта история вышла на свет. Не знаю, видели, может, на всех христианских этих. Так что, чтобы устрашить, там суд назначили административного пронарушения, нарушил закон о митингах. Водное крещение и митинги, да? Как-то вот все рядом. Митинговали, стояли. Мокрые, вышившие из воды. Но много всего, очень много, я обо всем не скажу, с чем мы не согласны, с чем мы недовольны, о чем мы молимся сегодня. Много злого сейчас. И не только в нашей стране. Его привели в суд в наручниках, чтобы устрашить как бы. Он шел сам. Но надо было надеть наручники, вот привезти. Ему выписали штраф там 20 тысяч. Зачем наручники, никто не понял. Ну, чтобы показать свою власть, что мы вот все равно тебя. У нас другие есть церкви. В Нижнем Новгороде у нас 4 напряга сейчас идет, вот по стране крупной. Наша Калуга, Орел, Тула, там и Нижний Новгород. У нас церкви вот идут под снос. То есть власти, даже в советское время такого не было. Мы видим, насколько ужесточают законодательства. В Туле у нас 3 церкви под снос идут. Проиграли уже все судебные процессы. Одна из нашего союза, одна баптисты нерегистрированные. Там вообще центр был всегда нерегистрированного братства баптистского. Там огромный храм стоит такой красивый. И адвентийская один дом молитвы тоже идет. У нас в Калуге, в Орле тоже. И везде, везде, везде находят, как к чему прицепиться к тебе. Это столько сил, столько всего. Это трудно. Но легко тогда, когда ты понимаешь, что жизнь напряжение. Ну, просто так никто не живет. Ну, это бы я не знаю, что за жизнь была, если ты просто вот и все. Сел в автобус, да, и едешь куда-то. Так не бывает. Так не должно быть в жизни. Всегда есть трудности. Всегда есть что-то, что мы должны преодолеть. Знаете почему? Потому что Бог говорит, ты золото огнем очищенное. Позвольте Ему очищать вас. До блеска. А что, аминь. В печь хочется, да? В плавильню. Хочется, не хочется, но жизнь нас все равно туда окунает. И что-то, что мы уже притянули с этого мира, все равно Бог очищает. Правда же? Не случайно продаются сейчас в магазинах всякие, что чистят. Серебро, золото, знаете, растворы всякие. Потому что люди носят даже то же кольцо. Его периодически надо чистить, чтобы оно блестело, чтобы оно красиво было. Потому что что-то уже поналипло. Ты сам не хотел. Аминь. Аминь. Почему мы детей учим доброму? Потому что зло из них само лезет. Мы не учим их воровать. Мы не учим их обманывать. Мы плохому их не учим. Оно откуда-то само проявляется, лезет и все. И ты сам не понимаешь откуда. Не, мы как верующие понимаем, от Адама, конечно, был там виновник. И жена его еще. Мы-то знаем всю историю правдивую. Но учим только хорошему. Так вот все детство проходит, как будто ты исправляешь своих детей постоянно. Ты не знаешь, где они это берут, откуда они это приносят, откуда это лезет из них. Но откуда-то идет. Аминь. Меняйте характер. И побольше напрягайтесь. Может быть, это необычное благословение. В шаббат, знаете. Но другого не могу вам сказать. Потому что жизнь – это напряжение. Потому что вера – это тоже напряжение. Потому что в вере спрятано наше доверие Творцу. Доверие Богу каждый день во всех обстоятельствах, во всех ситуациях, со всеми людьми. Аминь. Господи, благодарю Тебя за эту дорогую общину, за братья и сестры моих. Слава Тебе и хвала Тебе. Благословляй и благослови, Отец. Благослови. Благослови каждого из нас меняться, изменяться, Господь. Научи нас, Господь, жить достойно Тебя во всем всегда. Научи нас изменять наш характер, Господи. Научи нас меняться, Боже. Каждый день этой жизни принимать с радостью. Спасибо за все. Аминь. Как написано, жив Господь, да? Жива душа моя. Аллилуйя. Никто не умер сегодня, и то, слава Богу, да? Спасибо, Альберт. Многие вещи, мы действительно встречаемся с ними каждый день. Мы видим все это перед своими глазами. Но мы не задумываемся об этом. Я думаю, вот то, что Альберт, он все очень доступно, хорошо показал. Но, как мы живем, как, к чему мы относимся. И вот одно из мест Писаний, оно говорит, в последнее время во многих охладеет любовь. И на иврите там не используется слово любовь, а там используется другое слово, смысл которого говорит, что люди, другие люди, они перестанут быть, то есть они будут для тебя безразличны. То есть тебе не будет важно, что с ними происходит. Как будто будет безразличие, а не просто любовь. И я думаю, это примерно то, о чем Альберт говорил, что сегодня мы проходим мимо того, что происходит вокруг нас. Мы не обращаем внимания. Нам не важно, как человек живет, хорошо или плохо. Иногда наши друзья делают что-то, и мы молчим. Хотя сами с этим не согласны, сами поступаем по-другому, но, может быть, даже боимся сказать что-то кому-то. И так не должно быть. В одном месте написано, со страхом совершайте свое спасение. Мы его совершаем со страхом, только не с тем, с которым нужно. Мы его боимся кому-то что-то говорить, что-то сделать. Там речь идет о другом страхе. Чтобы Божий страх в нас был. Все непросто. Даже вот про Хануку, которую празднуем сегодня. Чтобы горел свет, еще сказал, вы свет миру. Нужно определенное масло. А это масло, его выжимают, оно проходит под сильным прессом. Чтобы действительно стать маслом, которое может дать свет. Это каждый из нас. И если у тебя всегда все в жизни хорошо, как пример привел в Берсту, ты сел и едешь куда-то. То подумай. Это только говорит о том, что на самом деле не все нормально. Может быть, в твоих отношениях с Богом, в твоих отношениях с людьми, в твоем характере. Потому что когда человек идет за Богом, он обязательно его через что-то проводит. Он обязательно его проводит через разные виды пресса, чтобы изменить. И вот этот пример с тюбиком очень хорош. Надавило, что есть, то и вылезло. Когда думаешь об этом, вспоминаешь себя в определенных ситуациях, что из тебя вылазит. И вот именно над этим надо работать. Субтитры создавал DimaTorzok